Добрый день! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Консульство Западной Армении в Аргентинской Республике вручило первый документ о гражданстве. Житель Арцаха был схвачен и убит азербайджанцами. Сирия внесла в повестку дня вопрос о Киликии. Замок Хасан-Кейф в Западной Армении вновь открыт для туристов. Преступник или спаситель? Что делали арабы в 1915 году? Армянские и турецкие женщины против несправедливости. В США опубликованы рассказы Запалья Саян. Пять средств на сайте Аторанхтай, которые можно использовать для преподавания армянского языка. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 2 декабря 2021 года в штаб-квартире принимающей организации состоялось мероприятие – традиционный ужин, организованный Армянским патриотическим союзом АньТАП. Консульство Западной Армении в Аргентинской Республике пригласило всю армянскую общину принять участие в церемонии вручения первого документа о гражданстве Западной Армении господину Хорхе Кешищан консулом господином Гильермо Караманяном. 3 декабря Сейран Самбатый Сарксян 1956 года рождения, проживающий в селе Чартар Мартунинского района Республики Арцах, заблудился, впоследствии был схвачен и убит азербайджанцами. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Арцах. Такой террористический, варварский акт является проявлением антиармянской политики, проводимой на государственном уровне в Азербайджане. Такое поведение официального Баку является грубим нарушением международного права, международного гуманитарного права и неуважительным отношением ко всем достигнутым договоренностям. Это направлено на запугивание народа Арцаха, чтобы вынудить народ покинуть родину. Такая политика – негативный удар по миротворческой миссии России. Министерство иностранных дел Республики Арцах решительно осуждает террористическую политику Азербайджана и призывает международное сообщество дать адекватную оценку безрассудным действиям Азербайджана, говорится в заявлении МИД Республики Арцах. Парламент Сирии выступил с заявлением по случаю 82-й годовщины аннексии бывшего Александра Этсанджак. В заявлении говорится, что Хатай является частью оккупированных сирийских территорий. Было подчеркнуто, что будет сделано все возможное, чтобы Хатай не остался в руках турок и был возвращен с Сирией. Как часть Сирии Александр Этсанджак был частью Османской империи с 1915 по 1918 года. В ноябре в 1918 году он был оккупирован англичанами, затем французами. В 1920 году Санджак Александр Эта был включен в состав Сирии, которая была передана французскому мандату. С 1937 года, оставаясь частью Сирии, Санджак Александр Эта перешел под совместный контроль Франции и Турции. В 1938 году здесь была создана автономия Хатай. В июне 1939 года он был присоединен к Турции. Сирия не признала эту аннексию. Западная Армения напоминает, что до того, как считаться территорией Сирии, Хатай ранее входил в состав армянского королевства Киликии. Для армян провинции Хатай имеет символическое значение, так как там находится гора Мусадак, где в июле 1915 года проходили героические битвы армян в ходе самообороны. Замок Хасанкей в провинции Батмам в Западной Армении, который был закрыт в 2012 году из-за работы Государственного департамента культуры и туризма, вновь открыт для посетителей. Благодаря проделанной работе местные и иностранные туристы, посетившие крепость Хасанкейв, смогут легко прогуляться по местности. Согласно соответствующим источникам, реставрационные работы начались также в здании Большого дворца в крепости Хасанкейв. Отношения между арабами и армянами – одна из наименее изученных тем в изучении геноцида против армян. Эмре Кан Даглоглу, аспирант исторического факультета Стэнфордского университета, совмещает академические исследования в этой области в своей книге «1915 год арабов». Таким образом, Даглоглу затрагивает отношения между арабами и армянами в 1915 году и после. Мы поговорили с ним об отношениях между арабами и армянами и о книге «1915 год арабов», статья полностью доступна на нашем сайте. Филиал Калифорнийского государственного университета во Френса опубликовал сборник трех рассказов на английском языке известного армянского писателя Запаль Ясаян из Западной Армении. В сборник вошли три малоизвестных рассказа «Вуаль и достаточно», написанная в Константинополе в 1911 году, и «Мелиха Нуриханим», написанная в Париже в 1928 году. Согласно сайту, эти произведения объединяет одно – они рассказывают как об армянских, так и о турецких женщинах, которые борются с несправедливыми социальными, политическими и культурными нормами. Работы Ясаян проливают свет на турецкое общество турецко-армянские отношения в решающий период Османской империи, который был отмечен войнами, поражениями, территориальными потерями и геноцидом армянского народа. Запаль Ясаян родилась в 1878 году в Константинополе, занималась литературой и общественной деятельностью. Писатель уехала в Киликио в 1909 году в составе международной делегации, сформированной после резни против армян в Адане. Ясаян была единственной женщиной в списке интеллектуалов, которую младотурецкое правительство планировало арестовать с 24 апреля 1915 года. Но ей удалось избежать тюрьмы и перебраться в Европу. Эпидемия, взрыв. Из-за различных сюрпризов 2020 года сегодня армянские школы во всех четырех уголках мира проживают необычное время. Большинство колледжей стараются организовать процесс обучения онлайн. Следовательно, внимание преподавателей сосредоточено на различных интересных веб-сайтах в интернете, которые предоставляют средства для временного облегчения текущей ситуации. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!